И мы продолжаем по этим джунглям, уверенно, уверенно идти к поставленной цели. Так, ну это прямо знак. Сегодня 6 апреля. И вот здесь были люди 10 лет назад. Вот дерево расписали. 2014 год, 6.04. Сегодня 6.04.24 года. Ровно 10 лет, день в день. Можно только представить себе, вот это же надо мне было наткнуться именно на это дерево. А вот он пример жажды жизни. Да, мертвое, казалось бы, дерево развалилось на куски. Ствол весь розетта. Но, смотрим выше. Даже из такого пенька может продолжаться жизнь, если она стремится к солнцу. Итак, мы пришли прямо по центру вдали, вдали в лесу. Тут большой водопад, а этот чуть поменьше. Здесь вот несколько каскадов. Туда вверх лезть не буду. Там все плывет. Идем к большому, ну и заодно на ходу смотрим. Ап, и по центру видим за гротами водопад. Под этим водопадиком грот. Ну и нужно понимать, что сезон летящей воды заканчивается. Именно поэтому я и пока еще вода чуть-чуть не сослабся. Поэтому и посвятил сегодняшний выход именно летящей воде. Вон какой, брат, красота. Но главная красота, вот она. Сейчас подойдем. Вот такой огромный. Сколько метров? Метров больше 20. Так, Волк, выходи. Бороться будем. Просто гигантский. Волк, выходи. Это, да. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Со стороны зайду, покажу, как рассеивается вода. Это не просто летящая вода, она еще и заполняет все пространство вокруг. Вот это воздух. Вот таким воздухом дышать, это да. Да, ну он просто огромный и сегодня вот крайне повезло застать его с водой. Это великая честь, скажем так. Сегодня мы его увидели живым. Очень скоро он уснет. Будет просто голая скала. А сегодня тающий снег дает возможность нам насладиться этой красотой. Ну, солнышко спряталось. Вот такой напор вода выстреливает. Вот если книзу, да, метров на шесть, наверное, вылетает от начала обрыва скалы. Но это здесь, рискуя жизнью, можно сказать, залез, чтобы показать, как вода падает изнутри, из-под скальника, как это выглядит. Капает со всех сторон, на голову, на плечи, фотоаппарат закрыл. Вот, но зрелище очень красивое. Так, все под ногами плывет. Сейчас я ушуршу вниз, а шуршать не хотелось бы. Да, на водичке, конечно, летит. Летящая вода в самом деле. Вот, там еще снизу не видно, тут еще грот вон какой. Метра три больше, наверное, глубиной. Невысокий, но глубокий. Снизу этого это непонятно. Так, ну и вот, еще разок. Любуемся и надо текать отсюда. Да, таких кадров вы точно не увидите нигде, как любят некоторые блогеры говорить. Я так не говорю, но это вот об этом случае это именно так. Большой грот под скалой напротив. И видно, насколько выстреливает этот водопад. Ну и, я не знаю, я там кричал, наверное, потому что шум воды сбивает с толка. Потом заметил, думаю, что я так громко разговариваю. Потому что там заглушать. Нужно заметить, что этот водопад находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Вот такая вот, чтобы было понятно, глубина листьев. Спускаться по такому осеннему, апрельскому лесу, ну просто, просто благодать. Ноги сломать можно на раз. Ничего не видно, что под листвой. Так, ну еще решил подняться, посмотреть и показать грот. Так, почти добрался. Ну, водопад, конечно, огромный, огромный. Указывается, вот западная сторона грота ее замыла. То есть видно, что это намыто, потому что родник сочится прямо через грот. И вот там под скалой выход. И родниковая вода, под водопад туда. Ну, отсюда вид такой вот. Конечно, огромная такая каманюка, огромная скала нависает над головой. На чем она держится, не знаю. Все посплывало, это держится. Видимо, это и есть монолит скалы. И отсюда открывается вид на ниспадающий водопад. Сегодня у меня такая задача, убить ноги. Сначала мы поднимались, потом залезли к водопаду, слезли. Теперь залезли сюда. Сейчас слезем и поднимемся опять над водопадом. Я помню, первый раз, когда я попал. То есть самого водопада, понятно, не было. Там что-то капало, но у меня была акрофобия. Я не смог зайти на скалу, которая над ним. Прошло много лет. И вот, страх высоты пропал. И появился водопад. Посмотрели мы уже его со всех сторон. Водопад действительно большой, очень большой. И сегодня в нем напорчик. Напоминаю, это ближе к выходу на плато уже. То есть высота больше тысячи метров. И такой объем воды, это, конечно, круто. С разных ракурсов смотрится абсолютно невероятно. Отсюда вот вообще красотища. Погодка меняется непонятно. Тут, в принципе, до плато остается меньше уже, чем спускаться. И стоит ли идти туда, если пойдет дождь. Хотя вчера тоже прогнозировали. Прогнозы одно, а погода сама решает, как ей поступить. Красиво. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот, сплошным прямо тянет Но пока там кусочек голубого неба еще виден Мы сейчас поднимемся выше водопада посмотрим А, водопад сверху Вот так выглядит эта скала, с которой сниспадает водопад И вот третий на сегодня желоб, самый массивный Это только представить, как вода трудилась, чтобы вырыть его в такую глубину И это и есть то место, откуда сниспадает водопад Именно так и начинается этот водопад сверху А чтобы стать водопадом, мы именно вот по такому желобу Так он даже, он не просто желоб, а такими завихрениями идет Водичка соскальзывает со скалы И 20 метров свободного полета внизу Как-то я проходил здесь, ну по-моему тогда снежок был На Демир Капу я ходил, на Кемаль Видел этот водопад зеленый Ну в смысле скалу зеленую, покрытую мхом Представлял, как это будет красиво, действительно красиво Водопад такой обалденный А в купелях над водопадом вода, ну вообще просто Исключительно идеально, кристально чистая Исключительно идеально, кристально чистая Исключительно идеально, кристально чистая А здесь просто архитектурное такое творение Ну не знаю, слов нету Серпантином вот так вот Выбить проход именно серпантином Идет не просто какой-то там Ну не знаю, слов нет, короче Очень красиво Это сколько времени нужно было, чтобы на такую глубину засверлиться Исключительно идеально Исключительно идеально В общем, смотреть на вот эти загогулинки, вот эти серпантины над водопадом не меньше радости или удовольствия, чем на сам водопад. Ну а виды сверху открываются. Вот не вижу, что я снимаю. То ли затемняет, то ли в глазах вот так уже от постоянного света этой воды. И вот с другой стороны уже, с правого аэрографического борта. И смотрим, как водичка падает, не падает, а летит вниз. Вот так уже. Погода окончательная испортилась. В лесу такое аж темновато. А тянет все-таки что-то такое, наверное, синодкики не ошиблись сегодня. В таких огромных корягах. Это чуть-чуть решил свернуть, но свернул походу не туда. Нет, не туда. Иду по какому-то действительно сказочному лесу. Все в таких заваленных деревьях. Сзади такое все темнее и темнее догоняется. Вот она, родниковая водичка. Сейчас наберем. Чистая, как слеза. Да, вот так вот погода за полчаса, наверное, поменялась. Все только три часа дня. Упечатление такое, что уже вечер. В общем, тропа была когда-то. Сейчас ее фактически найти нереально. Это мы на хребте напротив Мартынкоса. Да, такие гиганты встречаются на пути. Прямо огромная сосна. Ух, какая. В общем, куда-то лезут. В таком лесу засыпанном листой, понятно, искать тропы какие-то. Затея такая, чисто спортивный интерес. Один пример выживания. Два дерева вот срослись. Здесь ветра очень сильные. Ну, вот они подумали, по одному может сломать. А если срастись в кучку, то можно устоять. Так, посмотрела я на часы. Вот тут солнышко еще решило под конец чуть-чуть улыбнуться. Решила отложить эту затею на как-нибудь на потом. Потому как под лесовой ничего не видно, да? И здесь нужно обувь немножко другую. Сон трава встречается. Вот это вот. Мартинкос такого ракурса. О, еще и солнышко под конец, красотища, дождик прокапывал, погода меняется просто непредсказуемо. А вот и на осыпь чуть-чуть солнечного света попало, а там дальше все-таки такое, как было, темное, такое и осталось. Даже больше затягивает. Здесь солнце, а там прямо аж у-у-у, солнце уходит опять. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это гигант, действительно, сколько лет такому дереву знает только это дерево. Субтитры создавал DimaTorzok Какое дупло, интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на сегодня, пожалуй, все. Путешествуем вместе, друзья, и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok